здравствуйте уважаемые друзья прошлый раз мы с вами вязали вот такую большую симпатичную приманочку для нашей щуки и мне поступил буквально сразу вопрос о том а возможно ли такую приманочку сделать для джига я изготавливал такие приманки для джига и мы сейчас с вами вместе ее изготовим я подготовил крючок сделал его не за цепляйкой как вы видите на экране выточил на токарном латунную пулю их очень хорошо огрузил свинцом вот такая приманка в районе 7 граммов если вам нужно будет меньше вы уже будете подбирать сами методом намотки искусственного меха изготавливать уже этот стример нельзя потому что он у нас будет очень большой и для джига не годится поэтому мы сейчас изготовим методом крыла то есть мех будем наращивать но для начала я вместе крепления хвостика я закреплю немножко люрекса закрепили остаток и отрезаю здесь же хорошо промажу клеем для джига длинная крыло не сильно и годится поэтому мы с вами крыло будем изготавливать из возьму кусочка пару щепоточек желтого меха и возьму красного меха длина хвостика должна быть ну примерно сантиметров 10 если соизмерять приманку с величиной моего крючка нам необходимо я повторюсь для того чтобы поддерживать в дальнейшем тот мех который мы будем крепить вот я прихватил только подхватываю пока ничего не делаем так же как и прошлый раз вязали и беру совсем небольшую щепоточку красного также подровнял кончики промажем место крепления клеем мех скользкий желательно крепить его только так подхватили и теперь можно окончательно его прихватить чтобы никуда не ушел все этого достаточно берем опять наш люрекс добавляем его теперь поверх меха и теперь вот и уже все было и все что я Изготовили Промазываем место клеем И теперь я беру Совсем небольшую щепоточку Красного искусственного меха С которого мы уже с вами знакомы вязали Совсем небольшую щепоточку Подшерсток здесь удаляем сразу И укладываем Теперь на этом месте Уложили так, чтобы он у нас Обогнул цевью сверху, снизу Прихватили И теперь берем Белый мех Также отрезаем Одну щепотку, вторую щепотку Третью и укладываем со всех сторон За счет того, что у нас не наматывается Сама ткань На которой изготовлен этот мех У нас тело получается Более стройнее И не настолько Объемное Когда мы обматываем Готовым материалом Вот так Прихватили Немножко добавим клея И продолжаем добавлять Белый мех Белый мех Белый мех Вот основная часть сделана Вам, в принципе, это уже понятно Как дальше изготавливать Теперь Я буду добавлять Не вокруг А добавляя Только лишь по бокам И сверху Как бы наращивая его Высоту Объем Добавляем здесь И добавляем сбоку Промножим клеем Промножим клеем Теперь я беру Хорошую щепотку Желтого Меха Добавляю его снизу Снизу, сбоку Добавляю его Прост25 Все Добавляю его Зouts И здесь Кончасть blade Все Готовы С одной стороны и с другой стороны. Добавим немножко клея. И теперь я беру светло-коричневый мех, который добавляю сверху, как бы формируя спинку нашей мушки. Добавляю сверху. Добавляю сверху. Добавляю сверху. Подошли к месту крепления головки. И теперь мы сделаем с вами... Сверху покроем черным. И сделаем жаберки горлышко красным. Для этого я взял совсем небольшую щепоточку вот такого красного искусственного меха. Креплю его, где наше будет горлышко. Вот так закрепили. Остатки отрезали. Если мало, как в моем варианте, можно добавить еще. Подберете для себя экспериментально. Вот так, если вам видно. И берем теперь черный наш искусственный мех. Если его у вас, как я уже повторю, нет такого в наличии, можно спокойно заменить пером павлина. Или же сверху положить белыми, которые вы потом подкрасите черным. Цветовую гамму вы выбираете сами. Это я, в принципе, для того, чтобы было более контрастно и более заметно. Можно вообще изготовить из одного белого. Промажем место крепления. Мех я укладываю так, чтобы он у меня покрыл сверху ровненько, вот так, коричневый. И укладываю. Подхватили и подтянули. Вот так. И расправили. Как видно, чтобы лег вот так небольшой такой чубчиком-челочкой. И теперь окончательно крепим здесь же все наши материалы. Для того, чтобы не образовывалась вот такая, как у меня здесь вышел перепад, мы по-другому никак не можем, так как у нас материалы имеют большой объем. Я обычно беру немножечко любого даббинга, который вам понравится. И им же закрываю место крепления. Так, чтобы не было такой не совсем симпатичная у нас шея-горлышко. Нанесу совсем немножечко клея на нить и сделаю завершающий узел. Следующая операция, это мы берем нашу расчесочку. Давайте я вам поверну вот так. Берем нашу расчесочку и начинаем расчесывать весь материал, который мы с вами закрепили. Придавая форму. Вот как вы видите, мы... Придали довольно-таки симпатичную форму. Теперь остается только лишь приклеить глазки. Мы приклеили глазки. Еще раз немножечко причесали наш стример. И наш стример для джига или для волновой проводки, как вам будет удобно. Это в зависимости от того, где вы будете ловить. Он готов. Повторюсь, довольно-таки уловистая приманка. Как видно, здесь сделана спинка с переходом, брюшко, горлышко. Вывязано, видно, красный, блестит. То есть вид имеет довольно-таки привлекательный. Повторю. Судак, сом, щука. Это то, что в нашем регионе довольно-таки хорошо ловится на этот стример. Желаю вам удачи. До следующих встреч.